Приветище! Это Зельда Слёзд Королевства. И мы продолжаем попытки построить дом своей мечты. Но, как мы выяснили в прошлой серии, топордастрой озабочен отъездом своей дочери. И о строительстве никакой речи не может идти. А мне, в свою очередь, намекнули, что было бы неплохо провести с ней время, чтобы она не скучала. Доброе утро, это Савота. Здравствуй, это Савак. А пока... А как сказать пока? Да-да-да-да-да! Ты напугал меня! Я уж подумал, что это за мной кто-то пришёл. Я много учусь, потому что скоро отправлюсь в родной город моей мамочки. Там говорят на потрясающем языке, на герудском. Мне ещё столько слов надо запомнить. Я бы хотела, чтобы этот язык выучили все жители нашей деревни. Я на самом деле устала, и сейчас пойду спать. Но, когда проснусь, я буду учить бабушку Манари. Пойдём со мной, если хочешь. Можешь на меня положиться. Скоро герудский у тебя будет от зубов отскакивать. Да-да-да. На уроке мы будем играть в герудские слова. Почему бы и тебе не поучаствовать? Ну ладно, до встречи. Намёк понят? Мне нужно за ночь вызубрить герудский язык. Тут как раз книжка лежит с ним. Ванда, по всей видимости, по этому учебнику учит язык. Путевые заметки Ванды. Заметка 1. Говорим по-герудски правильно. Доброе утро. Сабота. А не сабота. Мужчины. Вой. Ну, мы это знаем. Бабушка. Ваба. Спасибо. Сак-сак. Заметка 2. Необычный котик предводительницы. У предводительницы есть песчаный котик по имени Патриция. Да-да-да, мы её видели. Заметка 3. С воями не разговаривать. Как только я приеду на мамину родину, мне больше нельзя будет разговаривать с воями. Нужно поразговаривать с ними, пока я не уехала. Четвёртая заметка. Я сдержусь. Я сдержусь, я сдержусь, я сдержусь, я сдержусь и не буду плакать. Всё, мы всё прочитали, все заметочки. Теперь экзамен, наверное, да? А, она спать хочет. Тогда пойдём ждать утра. Ладно, споки-ноки. Я пошёл. Добренькое утречко. Ванда, я пришёл. А, она, наверное, внизу. Нету её тут. А, вот ты где. Начнём урок. Бабушка Монари, савота. А бабушка знает, что такое савота? Ну, надо же. Смотрю ты в бодром. Распоряжение духа, Ванда. Отличное настроение для урока. Ах, да, точно. А ещё сегодня у нас новенький. Ты готова, бабушка Монари? Начнём игру в слова от Ванды. Как сказать по-герудски бабушке? Бабушка? На герудском языке? Ммм. Так ваба. Я знаю, я знаю. Это ваба. Ура! Это верный ответ. Неужели ты правда новичок? Невероятно. Да, точно. Ваба. Теперь у нас ещё один знаток герудского. Благодаря Ванде я и сама здорово его потянула. Это родной язык моей мамочки. Вот бы на нём здесь говорили. Тогда мамочка была бы рада. Ладно, о мамочке я позаботилась. Пойду позабочусь о папочке. Нужно только добраться до стройки. Эй, подожди. Я чё, зря твой учебник зубрил всю ночь? Ах, Ванда. В таком нюнном возрасте ей бы играть. А не беспокоиться о родителях. С тех пор, как за локомоциклом приглядывает Хаги, её не пускает теперь на стройку. Эй, Ван, подожди, не убегай далеко. От тебя зависит мой будущий дом. Должен быть способ. Чё опять? Мне нужно залезть на локомоцикл, чтобы добраться до папочки и помочь ему на стройке. Я совсем забыла, что тот тип грозился меня не пускать, если я ему не заплачу. В смысле, он из тебя деньги требовал? У тебя ж тут батя заправляет всем. Пока он тут не стал главным, я никогда не платила за проезд. Я должна залезть на локомоцикл так, чтобы этот дядька меня не заметил. Без помощника он меня точно поймает. Вот бы кто-нибудь смог сделать так, чтобы он ничего не увидел. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Вот, например, возьмём вот эту вот картоночку. Извини, но эта штука принадлежит строительной компании. Блин. На складе лежит куча таких. Но я не могу открыть дверь на склад. Похоже, что что-то блокирует её изнутри. Какая же вы проблемная семейка, а? В общем, я тут видел дырку под этим зданием. Вот. Вот это вот отверстие. Я думаю, что тут мы найдём решение. Так, так, так. Глубокий тоннель, слушай. Ну, тельпортируемся теперь. Ха, щит топорды тут мешает открыть склад. Вот и всё. Здрасте. Ой, спасибо тебе огромное. Теперь я могу попасть на склад. Значит, всё это было из-за фанерного топорды. Знаешь что? Перенесу-ка я их на задний двор. Ну, теперь я их возьму. Девчуля, смотри, что я тащу. Сейчас я тебя прикрой этой штукой, и мы пройдём, куда нам надо. Как-то на неё приклеить. Нет, так не получится. Тогда переходим к кардинальным мерам. Поставим щит здесь. И всё. Это чё такое? Э, алё. И давно это здесь? Уберите это от меня. Путь свободен, иди. Дядя, это ты всё устроил? Я всё равно немного волнуюсь, но тебе я доверяю. Так что вперёд. Получилось! Всё прошло на ура! Наконец-то я с ним повидаюсь. Ну всё, пока. Папочка ждёт. Спасибо за помощь. Ну, а теперь и мне надо спуститься. Ага, вот и вы. Приветики. Чё делаете? Ой, ты уже тут? Папочка почему-то странно бурчит себе под нос. А, это ты. Я тут немного думал о Ванде, о том, чем бы её порадовать. И придумал вот что. Город Геруда отсюда далеко, а по дорогам бродит много монстров. И мне пришла идея, а почему бы не смастерить для Ванды особенный воздушный шар? Вот только я никак не могу придумать, что может сделать его особенным. Даже если в нём нет ничего особенного, мне всё равно нравится твой шар, папочка. Он похож на солнце. На солнце, говоришь? Точно. Надо просто его выкрасить в жёлтый цвет, как солнце. Ярко-жёлтую краску можно получить из местных лучистых одуванчиков. Но их нужно не меньше десяти. Тебе нужны лучистые одуванчики, папочка? Такие яркие жёлтые цветочки? Я тебе помогу. Вот десять одуванов, держи. Да, 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 да. Надо же, действительно десять, как здорово, что ты их собрал. Ты собрал эти цветы для нас? Их хватит, чтобы покрасить воздушный шар в цвет солнца. Как жаль. Я совсем тебе не помогла. Ничего страшного, Банда. Твой папа сейчас превратит этот шар в ярко-жёлтое солнце. Для этого мне тоже понадобится твоя помощь. Ура! Я тоже хочу сделать солнце. Строим, чиним, красим. Вашу жизнь мы скрасим. Все отвертят на перебой. Лучше всех топор дострой. Ну всё, готово. Да и утро наступило. Скоро я не смогу больше сидеть с моей малышкой и охранять её сон. Топарда. Чё случилось? Ты чего так возбудоражена, Герда? Ох, только не говори мне. Да, время пришло. Её ждут у входа в деревню. Ясно. Ну что ж. Давайте полетим все вместе на солнечном шаре Ванды. Ты тоже полетишь с нами? Я даже ничего не сказал. Меня просто, походу, засунули в этот шар. Ух ты! Я словно птица. Угомонись, Ванда. Не хватало ещё, чтобы ты вывалилась из шара. Посмотрите-ка на это. Это солнце! Солнце, которое просыпается. Это знак свыше, Ванда. Само солнце желает тебе счастливого пути. И над городом Геруда, и над новой деревней светит одно и то же солнце. И совсем как это солнце, твои мама и папа тоже всегда будут с тобой. Даже если они далеко. Мы спускаемся. Держитесь покрепче. Папочка, сегодня ты сделал мне лучший в мире подарок. Ванда, если тебе станет одиноко, возвращайся. Какая же ты сильная, Ванда. Папе, надо брать с тебя пример. Ну, а теперь, дорогая наша девочка, тебе пора. Знаю, знаю. Время подошло. Не беспокойся о маме и папе. Я о них позабочусь. Стань самой лучшей вайс среди Геруда и возвращайся к нам. Мне уже не терпится узнать всё о твоих приключениях. Я тебя когда-нибудь навещу в городе Геруда, так что мы ещё поиграем. Большое спасибо. Ой, нет. Сак-сак. Я обязательно стану самой лучшей вай, как мама. А ещё я найду себе такого же доброго вая, как папа. Всем совок! Счастливо! Герда, у меня получилось изобразить улыбку на лице. Конечно, ты был молодцом. Она даже не расплакалась. Храбрая малышка. Наши слёзы бы её только расстроили. Для нас начинается новая жизнь. Соберёмся и не будем раскисать, ладно? Да, всё так. Так. Ладно, пусть будет так. Ах, да. Ты очень мне помог. Спасибо. Тем лучистым одуванчиком просто цены не было. Прими от меня подарок в знак благодарности. Сто рупий дал. Деньгами откупился. Лучше бы дом не построил. И от меня тоже. Ну ладно, двести рупий. На тебя всегда можно было положиться. Если вдруг окажешься в городе Геруда, проведай нашу Ванду, ладно? О чём ты таком говоришь? Разве ты забыл, что вам запрещено входить в город Геруда? Совсем вылетело из головы. А мне-то можно войти в город Геруда? Мне разрешили вообще-то. Вы чё, не в курсе? А, ну откуда я не в курсе? Ладно. Меня работа ждёт. У тебя, кажется, тоже был клиент? Муженек. Ну чё, ёлки-палки, вы мне дом построите или нет? Я уж запарился ваши прихоти выполнять. Дом мечты. Да, я хочу дом мечты. Добро пожаловать в топор дострой. Ванда уехала, и теперь я вроде могу вернуться к своим обязательствам. Главная задача топор достроя – помогать заказчикам в строительстве дома их мечты. Но что самое интересное, заказчики могут сами комбинировать эти модули. Ты выбираешь желаемые модули и собираешь из них идеальный дом, о котором всегда мечтал. Вот что представляет из себя наши услуги. И ещё, когда дом мечты готов, мы вручаем заказчику памятный подарок. Вся наша семья в долгу перед тобой за помощь с Вандой. Если захочешь построить себе дом мечты, я дам тебе скидку. Пф, скидку, а дам... Ну, как бы, ладно, скидку, это тоже неплохо. Хочу дом мечты. Хочешь заключить с нами договор на дом мечты? Прекрасная идея. У нас есть свободный участок в отличном месте. Уверена, он тебе понравится. Обычно один только участок стоит 3000 рупий. Но тебе я сделаю особое предложение. Только для тебя участок и модули в комплекте всего за 1500 рупий. Что скажешь? Отличная цена, только я нищеброд. У меня всего лишь 800 рупий. Можно в рассрочку, пожалуйста, или в ипотеку? Хм... Прошу прощения, похоже, у тебя с собой недостаточно рупий. Приходи чуть позже, когда у тебя будут деньги. Совок. Итак, я обломался. Я продолжаю бомжевать. Придется пойти на работу, чтобы заработать денег и купить себе дом. Либо пойти и продать чью-нибудь почку. Благо, почек у меня много. Всякой монстрятинской. Я думаю, что здесь мы сейчас что-нибудь продадим. Главное, ничего не прикупить. А то я знаю себе. Пойду в магазин и как бабло спущу на ветер. Продадим парочку сапфиров. О, 450 рупий сразу получу. Нормально. Еще чуть-чуть. Например, топаз давай продадим. Пять штук. 400 рупий. О, шикарно. Предлагаю еще опал продать. Десяток. И фосфолит. Хотя нет, фосфолит нам пригодится. Его не будем трогать. Деньги у нас. Карманы жмут. Пойдем спускать их. Возьми мои деньги. Все, она забрала у меня. Карманы легче стали. Сейчас я объясню тебе весь процесс. Мы подготовили участок земли в отличном месте. С прекрасным видом. Ты уже это говорила. К юго-востоку, кстати, отсюда. На горе? Немного на отшибе, правда. Там еще святилище рядом. На холме слева от него тебя ждет другой сотрудник. Пожалуйста, обсуди с ним на месте все подробности. Надеюсь, тебе понравится строить дом мечты. Савок. Давай, давай. Савок, савок. Савок, горшок. Блин, ну отшиби, прикинь. Что я хотел? Я хотел в центре города, где-то здесь, в домик. Но поскольку я не за 3000 покупаю, а за 1500, будь добр, где-нибудь на отшибе стройся. Блин, как это запарно строить свой дом. О, кстати, поляночка-то ничего такая классная. Привет, дружок. Я пришел строить свой дом мечты. Приветствую. Здравствуй. Ты должно быть, Линк. Для начала посмотри вон туда. Это участок земли, который ты купил, Линк. Расставляя здесь модули комнат, которые продает наша компания, ты можешь соорудить уникальный дом, о котором всегда мечтал. По договору ты выбрал план создания. Двух комнат. Неплохо для тебя одного. Подожди немного. Это модули комнат. О, нормальные такие. Слева прихожая, справа спальня. Они затянуты сетями для защиты внутреннего убранства. Но не волнуйся, мы удалим их по завершению работы. Тебе нужно просто разместить модули двух комнат на участке земли. Я проведу осмотр, когда ты закончишь. Ты только мне скажи. А теперь можешь строить дом. Наконец-то. Столько болтовней. Значит, строитесь туда. Окей, берем и заносим. Я бы сделал такой домик квадратный, честно. Чтобы в центре была зеленая аллея. То есть вот так вот выходит. Как бы тебе объяснить? Здесь еще один такой модуль. Потом прямой модуль. Потом тоже вот такой угловой модуль. Прямой модуль, угловой и прямой. И в центре вот тут фонтан сделать. И я такой выхожу к себе на зеленую вот эту вот аллейку. Внутри своего двора, внутри своего дома. Ммм, было бы круто. Но, к сожалению, у меня всего два модуля пока что. Может потом я докупать их смогу? Не знаю. А, смотри, использованы модули два из пятнадцати. То есть да, я реально их могу докупить. Значит, это вход в дом же, правильно? Типа вход? Ну да, типа вход. Этот модуль теперь надо соединить с чем-то. Ну давай его вот сюда прикрепим. Вот таким вот образом. Вот, да, он так вот усцепится. Шлеп. Вот я скрепил. Пойдет? Нормально? Такое себе, конечно. А если второй этаж, типа, забабахать? Я хочу двухуровневый. Потом. Сейчас попробую. Можно так? Ну, как бы вот. Я сейчас его краешку поставлю. А не посередине участка. Пускай с краю стоит. Здорово! Ты справляешься. Так я уже как бы все. Отлично, сейчас я проведу осмотр. Во время проверки проблем не обнаружено. Я открыл вход, так что можешь заглянуть внутрь. А ты умелец, хоть и в первый раз строишь. Твой дом мечты готов. Поздравляю! Подожди тут немного, ладно? Я сейчас Герду позову. Капец, она сейчас будет смотреть на мой бомжатский домик. Извини, что пришлось меня ждать. Ну что, как тебе участок и модули? Ну, такое себе. Пока ты просто разместил модули комнат, которые шли в комплекте с участком. Настоящее строительство дома только начинается. Надеюсь, ты и дальше с удовольствием будешь строить идеальный дом, о котором всегда мечтал. Просто комбинируй разные модули комнат, которые продает Топордастрой. Гранда объяснит тебе подробности. Но даже самые малые первые шаги полагаются отметить. Вот тебе памятный подарок. Ткань Топордастрой. О, я заслужил, конечно. Я всегда в твоем распоряжении и помогу тебе построить идеальный дом мечты. Сначала проверь интерьер установленных модулей. Я сейчас этим и займусь. Я уже давно хотел сходить и глянуть, что там, кого там. Дом мечты построен, елки-палки. Каталки. А как на второй этаж забраться? У меня даже лесенки, по-моему, нет. Ой, я открыл дверь к себе домой. Блин, у меня сердце болит. Это жестко. А где стенки? Где стенки? Не, ну понятно, что это модуль, как бы... Я понимал, что этот модуль нужно было объединить со верхним модулем. Но я хотел так сделать, но... Я думал, хотя бы здесь стенки... Ой, сетку оставят. Как бы нет. Ладно, на второй этаж, поскольку нафига мне лесенки, если есть телепорт. Я буду сбираться таким образом, да? Ммм, удобно. Смарт-строительство это просто нечто. Хотя здесь у меня есть терраска, кстати. Смотри, вот тебе терраска. Сюда стульчик поставить. И можно сидеть на нем и наслаждаться видом, попивая сок. Кстати, почему его нет? Вот моя кроватка. Можно спать. И тоже, знаешь, спать как бы... Представим, что здесь панорамное окно, да? Комары ночью вместе с мошкарой меня сожрут. Да, спать на кровати мы можем. Старичок, я хочу еще прикупить модули. Возможно, ты хочешь сделать дом более уютным? Да, хочу. Я Гранда. Я почему-то думал, что ты мальчик. Почему ты Гранда? Или Гранда это мужское имя. Не буду медлить и в исполнении твоих желаний. Топор-дострой предлагает на выбор огромное количество различных модулей. Так покажи же мне их, хватит уже болтать. Дай мне модули. Итак, хочешь что-нибудь посмотришь? Да, хочу. Хорошо, я все подготовлю. Дай мне немного времени. Да сколько можно ждать? Я и так столько ждал, чтобы построить свой дом. Все готово к постройке. Спасибо, что подождал. И? Обратись ко мне, если тебе что-нибудь понадобится. А где модуль-то, который я могу купить? Елки-палки. Мне модули нужны. Ладно, давай сейчас еще раз с тобой поболтаем. Как продвигается планировка? Еще модули нужны. Что конкретно тебе нужно? Купить или осмотреть? Модуль из запаса. Я кое-что продаю. О, кое-что продаю. Модули из запаса. Ой. А ты еще не отдавал модули на хранение. Значит, купить. О, вот они. Значит, есть вот такие треугольные. Прикольно. Вот, 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 вот. Ничего себе, сколько тут модулей-то. Вау. Садовый пруд. Вот то, что я и хотел. Можно замутить. Также есть сад. Вот, наверное, я куплю сад. Сад стоит 250 рупий. У тебя хватит? Да хватит у меня по рукам. Также я хочу пруд. Наружная лестница. Вот, кстати, блин. У меня осталось буквально 400 рупий. И я могу себе купить либо сад, либо наружную лестницу. Ну, видимо. Кстати, вот смотри, внутренняя лестница почему бы и нет. Она как-то сделала. Блин, да. Давай внутреннюю лестницу хочу. Хочу, 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 хочу. Хочу по рукам. Все. Теперь вытаскиваем все это барахло на мою площадочку и строимся. Вот оно. Спасибо тебе, дружище, за быстрый привоз. Я не знаю, как тебе это удается, но это круто. Не круто только то, что ты за мной бегаешь, как собачонка. Так. Ладно. Значит, сад. Я бы его на самом деле на второй этаж забабахал. Типа, типа вот как-то так. Можно? Во, да, нормас. Нормас. У меня еще терраса выросла. А вот эту штуку я сзади шлепну. И все будет огонь. А, нет, сзади не получится. Надо немножко переместить здание наше. Сейчас, секунду, минутку. Типа, вот так вот. Вот. И еще я что хочу. Сходить на рынок, продать кое-что и купить все-таки пруд. Ну и лестницу, наверное. Хотя лестница зачем? Все, здание готово. В принципе, можно заканчивать. Я закончил. Я бегу, бегу, бегу. Жалко, конечно, что сбоку нет ока. Я уверен, что можно что-нибудь прикупить. Но сейчас не об этом. Заходим внутрь. Вот. Вот это уже другое дело. А тут что, какие-то записочки я вроде-то не писал. Огонь под лестницей. У меня здесь даже убранства какие-то есть. Ну, зона для хранения. Вообще четко. Короче, первый этаж. Здесь, кстати, бы столик не помешал. Первый этаж это, короче, гостевой. Ну, типа гостиная. И потом поднимаемся вот так вот на второй. А в смысле? А что ты карабкаешься по лестнице? Зачем тебе карабкаться по лестнице? Ты что? С ума сходишь от своего чудесного домика. Значит, тут... Так, я не понял. Эй! Как это так? Какая стенка? О чем это вы? У меня есть определенные сложности. Ладно. Нужно будет перестроить мой домик. И, походу, внешняя лестница... Ну, лестница с улицы нам все-таки понадобится. Окей. Вот мой сад на втором ярусе. И я хочу отсюда прыгать в свой пруд. Вот так вот. Хопа! Поэтому мы бежим сейчас продавать конечности монстров. И потом сюда вернемся. Кстати, вот насчет окон. Смотри вот здесь вот. Они тут есть. Значит, их можно докупить. Или это прям модули с окнами идут? А мне, как обычно, бомжатские. Без окон подогнали. Здорово, пернатый. Ты мой черный рынок. По скупке органов. Моблинов и гоблинов. Ну вот, значит, у меня в карманах 750 рупий. Это, если действительно не тратится, то можно два модуля снова прикупить. Либо один очень дорогой. Значит, один из дорогих это галерея оружия стоит 600 рупий. Также галерея луков, щитов. Галерея картин 400 стоит. Ну, в общем, все, что связано с оружием и экипировкой стоит 600 рупий. Все остальное это не так дорого. Значит, покупаем пруд. Пруд обязательно. Можно еще купить кабинет за 250, но он слишком маленький. Не хочется тратить на него 250 рупий. Лучше наружную лестницу. Окошек я тут так и не увидел. Это прямо печальная печаль. Поэтому покупаю лестницу наружную. О, пруд такой, ну, не сильно глубокий. Ну, я думаю, что занырнуть я в него вполне смогу со второго этажа. Так что хватаем и потащили его. Можно его не присоединять. Я бы его вот так вот просто поставил. Ну-ка, смотрим. Да, прям по центру. Вот со второго этажа хлобыщ. И нормально. Берем теперь лесенку. И делаем подъем на второй этаж более легким. Ну, тут типа вот так вот он надо пришлепать. Во! И подход к выходной двери будет, ну, через лестницу получается, да? Ну, не совсем это дом моей мечты. Ну, что поделать. Давай попробуем его так построить. Но он сейчас по-любому из-за пруда придерется. Все работы закончены. Теперь можешь зайти внутрь. О, прикинь. И пруд даже водой наполнил. Вот, готов твой дом мечты. Насладись уютом ты. Как ты класс сказал. Пойду наслаждаться. Наслаждаться. Ммм, как же это круто. Мой бассейн. Да там еще и рыба плавает. А ее можно, кстати, поймать сейчас? Сейчас, сейчас, сейчас. Я поймал рыбу в твоем бассейне. Карп Санке. Или Карп Санек. Офигеть. Ну, наверное, скорее всего, это Гранда мне закинул Карпа. Типа сюрпризик. На огороде пока ничего не растет. Но я попробую прыгнуть. Уху! Еее! Все, мечта сбылась. Но над домом моей мечты еще работать и работать. Поэтому, в следующей серии мы уже, наверное, займемся поиском пятого мудреца. А домом, ну, чтобы его улучшить. Уж как-нибудь потом. Поэтому на сегодня это все. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк и подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих роликов. На которых мы с тобой и увидимся. Так что, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!